Здравствуйте, я Павел Гусев, и это клуб главных редакторов. Мир продолжает бороться с атаками и человека, и природы. Ракеты и беспилотники в небе, последствия ливней и паводков на земле. И вот в контексте сложной ситуации с паводками в России звучат версии о глобальной угрозе. Изменение климата, глобальное потепление, угроза придуманная, мифическая или реальная. Чего же больше в призывах зеленых активистов? Политики и расчета или рациональности и правды? Может ли климатическая повестка изменить мировую экономику и даже привести к новым войнам? Обо всем этом спрошу сегодня людей, знающих. У меня в гостях Валерий Снакин, зам главного редактора журнала «Жизнь Земли», профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии. Юрий Варакин, начальник ситуационного центра «Росгидромета», заместитель директора Гидрометцентра России. И Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Вы знаете, давайте сначала поговорим о паводках. Что произошло? Снежная зима или ранняя весна? Давайте об этом поговорим. Пожалуйста. По метеоусловиям, разрешите, да? Конечно, фактор такого сильного половодия на территории Оренбургской области, Курганской, Тюменской и в Казахстане, Северный Казахстан, Тюбинской области, то, что эта зима, прошедшая 2023-2024 год, снега было серьезно больше. Второй основной аспект с точки зрения метеорологии, это то, что осень была очень дождливая, и почва ушла под снежный покров, переувлажненная. И третий такой серьезный фактор, наиболее, в отличие, допустим, от Подмосковья, где тоже снега было в полтора раза больше, но такого паводка нет. Все прошло относительно спокойно, традиционно белом и прочее. Это то, что промерзание почвы было от 80 до полутора, метр сорок пять, если говорить про именно те регионы, которые я обозначил. В отличие, допустим, от Центрального федерального округа, где там промерзание было 40-30-45 сантиметров максимум. То есть, понормально. И еще такой фактор, это вот как раз изменчивость и нервозность погоды в том плане, что у нас за последние 10-15 лет, но опять-таки с точки зрения климатических рамок, у нас 30-летний период, это один шажок в климате. Но окончательный такой фактор, это то, что вот на фоне глобального потепления у нас смена воздушных масс в температурном плане, она существенно превышает, чем тот период, который был, допустим, наблюдался во второй половине 20-го века. То есть, приходил там теплый или холодный атмосферный фронт, разница между холодной и воздушной массой была в пределах 5-7 градусов. Сейчас это 15-20. И что получилось? Земля еще не оттаяла. Ну, если мы говорим опять, сначала это там бассейн река Орь и Илек, это притоки южные из Казахстана, так сказать, Урала, да? То же самое Оренбуржье. И температуры, вот сейчас, допустим, у нас температуры аномально высокие в Оренбурге, выходные вот эти, да? Сейчас мы видим и не только Оренбург, это и Челябинская область, и Курганская. Ну да, то есть, это уже расширение. 28 градусов, да? То есть, буквально до паводка вот этого, там температуры были минус 5-0. То есть, рост. Ну, естественно, вначале это был, так сказать, северный Казахстан. Вот такие перепады сразу на 15. То есть, резко идет таяние, она не может, как губка, уйти и поверху, да? Еще не доходы. Ну, скажите, вот для всех тоже вопрос. Не свидетельствует ли это о том, что происходит чрезвычайное глобальное изменение климата, и это связано именно с этим, а не только вот с промерзанием и отмерзанием? Да, пожалуйста. Глобальные изменения климата идут постоянно, и мы должны понять, что это и есть норма. Не та норма, которую мы вообще рассчитываем, и вот считаем, что сегодня температура на 5 градусов выше или ниже нормы. А норма – это постоянные изменения, которые идут в природе. И поэтому мы должны к этому привыкнуть, понять и не искать здесь виноватых. Нормы – это практически то, чего не бывает. Ну, подождите, вот я знаю, что по последним данным потеплело за последние 100 лет, что ли, на 1 градус. Так ведь, да? Да. И что? И что? Вот я и хочу исправить, что? У нас города теплее, в городах температура на 1,5-2 градуса теплее, чем в окрестностях. Понимаете? И что? И ничего. У нас наблюдается сейчас потепление, да, 1 градус за 100 лет, но погода меняется постоянно, то есть климат меняется постоянно. Средняя температура сейчас гораздо ниже, чем была, положим, там, тысячу лет назад. То есть иногда говорят, вот невиданный рост температуры, невиданная скорость изменения температуры. Все это было, все это было и есть и будет. А чего тогда нас пугает всем этим вот изменением климата и то, что наступит или глобальное потепление, и мы все с вами должны, ну, извиняюсь, значит, превратиться в вареные какие-то, так сказать, существа. Или же нас говорят, что будет опять движется ледниковый период. Вот где все-таки истина? Есть и то, и другое. И ледниковый период будет, не волнуйтесь, через 10, 12, 15 тысяч лет. Мы сейчас как раз живем в межледниковье, и мы должны вообще-то, особенно находясь в России, радоваться, что нам повезло, что температура у нас на градус поднялась и так далее. Скажите, ну, подождите, вот вы говорите, на градус поднялась, но при этом мы говорим, что все идет к ледниковому периоду. Как я знаю, известно, что, по-моему, 6 или 7 ледниковых периодов так в истории насчитывалось. Или, может быть, даже больше. Гораздо больше. Гораздо больше. И что? Каждый там 25. Мамонты вымирали в какой период? В ледниковый. Ну, я не уверен, с мамонтами не все дело ясное, как и многое в природе. Вот, когда мы начинаем рассуждать о тех изменениях, которые наблюдаем в природе, то я всегда вспоминаю фразу одного французского естественного испытателя начала 19 века, Жанна Юст-Френель. Он говорил, что природа как бы издевается над нашими аналитическими затруднениями. Использует она самые простые средства, а на практике они сливаются во что-то такое, что мы понять никак не можем. Вот это самое главное. Александр, но как вы считаете, может быть, это все-таки страшилки? Есть ученые, есть вот те, кто занимается климатом, потому что деньги надо зарабатывать, они должны все время идеи какие-то привносить. Вот делайте это, делайте это, давайте еще 10 метеостанций построим, запустим 6 космических спутников и так далее. А на самом деле что? А на самом деле, ну, если говорить с экономической и с политической стороны, я все-таки не специалист в климате, я специалист больше в таких околоэкономических и политических вопросах. Вопрос климата, его изменений и вот в какую сторону он будет двигаться. Ну, мы помним, например, зиму 2006-2007 года, когда снега в европейской части России почти не было. Он выпил, сразу растаял, зеленая трава в январе была. Соответственно, это вот еще раз свидетельство таких климатических качелей, то, что мы наблюдали своими глазами. В большой политике и в большой экономике вопросы изменения климата, они очень сильно используются и даже ими злоупотребляют. Вот то же самое экологическое движение в Европе с Гретой Тунберг и же с ней, страшилки, что завтра обязательно будет глобальное потепление, что парниковые газы, что нужно снижать углеродный след, достичь к 2050-60 году углеродной нейтральности. И если брать за основу вот эту зеленую повестку, к чему она в итоге приведет? Либо это потеря конкурентных преимуществ нынешнего технологического уклада, а в конечном итоге это даже не только деградация, это архаизация индустрии, это отказ от целого ряда перспективных наукоемких отраслей, это переход уже к более примитивным формам сельского хозяйства. Зеленые в Европе, по крайней мере, требуют полного отказа от минеральных удобрений, полного отказа от животноводства, потому что от коров слишком много метана. Но, с другой стороны, мы сейчас видим, что в Европе многие страны уже отказываются от этой зеленой политики, от зеленых технологий и переходят, ну, более мореальным, то есть начинают развивать опять сельское хозяйство и так далее и тому подобное. Потому что зеленая повестка, она убивает экономику, вслед за ней социальную сферу. Для иллюстрации, вот по данным 2021 года, в Германии для нужд промышленности, именно индустрии, энергию производило, только 4% энергии производили возобновляемые источники энергии, это солнце и вечер. 4%? 4%. Да, из-за отказа от российского газа, из-за санкционной войны, конечно, эти 4% немножко подросли. Но это не 70%, это не 50%, это даже не 30%. Соответственно, все разговоры зеленых о том, что они за счет ветряков, солнечных панелей полностью перестроят экономику, технологический уклад, извините, но это профанация. Ну, вы знаете, я знаю, что, по крайней мере, читал об этом, и мне рассказывали в Европе и местные жители, и ученые о том, что вот эти ветряки, они для здоровья человека и для здоровья животного мира оказывают такую негативную роль. Вибрация уничтожает микроорганизмы. Да, 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 и микроорганизмы уничтожают птицы и так далее и тому подобное. Огромное количество минерального масла, которое расходуется на рюктора, которое потом рассеивается в качестве микроаэрозоля вокруг. Соответственно, вот эти ветряные фермы, которые стоят в Германии, в Нидерландах, это фактически означает опустынивание, это мертвая земля. Мертвая земля там, получается, это действительно так. Вот я разговаривал с учеными, они в ужасе от того, что вот эти вот сотни вот этих вот ветряков стоят, и живого там практически ничего нет. Абсолютно верно. Я бы хотел все-таки сказать, что у нас принята климатическая доктрина до 60-го года, и есть, в общем-то, уже и наработки, и программы, этапы первые там по адаптации к климатическим изменениям. Почему? Потому что, ну, статистика, она вещь упрямая. У нас, допустим, 23-й год, по данным всех климатических центров всех стран, входящих в Всемирную Материнскую Организацию, был самым жарким, самым теплым. То есть, среднегодовая температура за 23-й год, более чем за почти 150 лет, инструментальных именно наблюдений, потому что до этого просто было все-таки где-то в записях, там, в церковных книгах и прочее. Плюс, 23-й год в России был третий по рангу, 20-й год, 2020 год был самый теплый именно на территории России. То есть, опять, мы же не говорим среднее по больнице температура. И плюс, конечно, надо, говоря о зеленой энергетике и прочее, понимать, что у каждой страны свои климатические пояса, несмотря на то, что у нас все климатические пояса, кроме тропических, от арктических широт и до субтропиков, черноморское побережье Сочи или, так сказать, юг Приморского края. Но мы уже знаем, что где подходит по всем критериям зеленой энергетики атомная промышленность по сравнению с любыми другими ископаемыми, так сказать, она наиболее меньший углеродный след и вообще, так сказать, второе. Нам, допустим, неприемлема солнечная энергетика, потому что, ну, когда был Советский Союз, да, у нас была Центральная и Средняя Азия, где достаточно много солнца. Солнце было крупоче, грубо. Сейчас у нас осталось только два субъекта, где будет рентабельно. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, то есть это вот прибрюши, так сказать, приграничные с Китаем и с Монгольской Республикой. Все, весь север у нас 75% все время в облаках. Плюс ветряки, это все-таки не Северное море, ну, там, где они эффективны, но Чукотка. Ну, надо понимать, Чукотка с территорией, по размерам с Францию, Чукотка, Чукотка, да, это вот по территории Франции, там всего 45 тысяч населения, да. Ну и что, там будем ветряки делать, да, там серьезные ветра в угольных копях, в Певеке или там в Диксоне, то есть есть у нас, где очень, так сказать, достаточно ветряная погода, но там практически население, плотность одна из меньших по территории России, да. Ну и правильно, допустим, где-то на Кубани или в Подмосковье ставить такой агрегат, цепь ветряков, мы что, мы тогда лишимся все, так сказать, всей природы, экологии. Безумие какое-то. Да, поэтому очень хорошо Росатом сделал, пригнал Ломоносова в мобильную вот эту атомную, так сказать, станцию в Певеке, и все, и она обеспечивает. Ну, знаете, вот эти ребята зеленые, включая вот эту непонятную девочку, теперь она уже повзрослела немножко, но не осталась такой же странной. Отказ от мяса, отказ от животноводства, отказ от всего живого, которое позволяло живому человеку оставаться живым. Как это может помочь климату? Как может все это, ну, знаете, изменить нашу жизнь? Климату, я думаю, это никак не поможет. Это элементы более глобальных и более структурных процессов по переформатированию человечества, по переформатированию мировой экономики. Соответственно, отказ от животноводства, переход там на веганство, на каких-то там насекомых, это прежде всего полностью изменение структуры производства. Ну, это изменение технологической цепочки. Это означает, что огромное количество людей, занятых в сельском хозяйстве, остается без работы. Да, кто-то, может быть, перепрофилируется, но все равно. И это еще неизвестно, как повлияет на человеческий организм, ведь есть поговорка. Вот здесь, я как раз, эта вот точка-то очень важная. А можно еще подчеркнуть, опять, особенности наши климатические, мы северная страна, самая северная, ну, еще Канада, может быть, да, но две трети, вообще одна треть, это практически приортическая территория, вешняя мировота. Как нам без мяса? Организм, все, вы же не в субтрон, где-нибудь, не на Маврикии, где там съел банан или там еще что-то, ананас, да. На севере, при таких там минус 50 в Якутии, там ни рыбу, ни мясо, если не есть, то ты все, каюк. И это опасная попытка изменить природу человека. Совершенно верно. Если честно, у меня ощущение, что в рамках борьбы с парниковым эффектом, углеродным следом, глобальным потеплением, человечество пытается навязать новую философию, которая помогает обогатиться самым предприимчивым. Вот смотрите, коровы плохие, они увеличивают количество парниковых газов. Давайте откажемся от мяса. И за считанные годы развивается индустрия вегетарианства. Заменители мяса, экологически дружелюбной еды, а Билл Гейтс или семейный фонд Греты Тумберг собирает миллиарды долларов. Если я не прав, пусть меня поправят. На связи Ставрополь и Антон Стокос, руководитель компании по производству продуктов из насекомых. Здравствуйте, Антон. Из каких насекомых и какую именно еду вы делаете? Добрый день. Мы делаем продукты из сверчка домового. Делаем такие продукты, как печенье куробье с авоярди, с корицей. Также делаем лапшу быстрого приготовления, с курицей, с говядиной делаем каши быстрого приготовления. И также делаем снеки из жареных сверчков во фритюре. Вся эта продукция сделана из сверчков. С добавлением сверчков, скажем так. А откуда такая идея у вас появилась? Кто вас надоумил и кто вам это предложил? Или вы вычитали это у Греты Тумберг или у кого-то еще? До того, как я стал этим заниматься, я не знал ни про какую зеленую повестку, ни про каких глобалистов, о которых вы сейчас рассуждаете. Я был госслужащим, а у меня родители занимались другим направлением бизнеса. Это медицинская пиявка. Как известно, еще медицинская пиявка нарисована на египетских пирамидах. Ей лечились еще в те времена. Мне стало также интересно, какое животное, да, либо что-то, какое-то насекомое может также влиять положительно на организм человека, и про которое было написано еще в древности. И с того времени я стал просто изучать, что это может быть за насекомое. И во всех летописях, во всех, если взять Ветхий Завет, Новый Завет, да, там много писаний еще каких-то, везде написано про вид сорончовых, а именно про криды, про сверчков, про кузнечиков и так далее. Поэтому мне стало интересно, почему именно этому насекомому уделяется столько внимания, и именно вот это насекомое выделяется из всех. Скажите, пожалуйста, ну а чем отличается, вот вы сказали, из домашних, подчеркнули, домашних сверчков, а что, из диких будет невкусной, или, так сказать, будет другая еда? Вкусной или невкусной, я сказать не могу. Правильно называется не домашний, а домовой. Это вид сверчка называется домовой сверчок. То есть в диких условиях он просто не выживет. Кроме того, мы на данный момент являемся единственной компанией в России, которая занимается выращиванием домового сверчка для пищевых целей, именно для человека. То есть, соответственно, у нас весь корм для сверчка состоит из кукурузы, пророщенной пшеницы, кабачка, тыковы и, в принципе, все. Понятно, но скажите, пожалуйста, вот вы в России, я так понимаю, единственные сейчас, кто начал все это делать уже вот в каких-то таких вот масштабах, что вы продаете, а в мире кто-то еще делает из сверчков что-то? В мире 2 миллиарда человек питаются насекомыми, именно из сверчков. Вот буквально на той неделе, наверное, по-моему, в Голландии, если не ошибаюсь, открылся прямо ресторан, в котором делают все из сверчков. Подождите, вы сказали 2 миллиарда, сейчас на земном шаре, если я не ошибаюсь, там проживает где-то 7-8 миллиардов, то есть, по сути дела, треть кушает сверчков и других насекомых? Все правильно, но не стоит уделять этому так вниманию, что только питаться насекомыми нет. Также и наша компания, и наша политика не пытается заменить мясо. Лично я никогда от мяса, от борща на мне откажусь, поэтому как добавка к привычным нам продуктам, это отличный компания. Поэтому так же и в мире, питаюсь не чисто насекомыми, а с другими продуктами, которые уже привычны. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы кушаете борщ с мясом, я тоже люблю борщ с мясом, и честно могу сказать, что один раз в жизни пробовал каких-то тараканов в Корее, но они сладкие были, вяленые, сушеные и как конфеты. Потом выяснилось, что этот таракан плохо не стало, но вспоминаю до сих пор. Но, скажите мне, пожалуйста, вот вы пришли к этим сверчкам для чего? Чтобы зарабатывать деньги или все-таки вы хотите принести какую-то пользу человечеству? Смотрите, по поводу того, что вы один раз когда-то кушали в жизни таракана, я думаю, вы заблуждаетесь. Вы и ваши гости в студии уже давно питаются насекомыми в том или ином виде. Взять кучу продуктов, которые есть у нас уже на прилавках, там везде есть, ну, не везде, во многих продуктах имеется краситель, называется кармин, пищевая добавка, она называется Е120. Она присутствует в губной помаде красного цвета, в крабовых палочках, в фарше красного цвета, везде это кармин. Кармин – это насамка насекомого. Поэтому мы уже сотни тысяч лет с вами это употребляем в пищу, без каких-то проблем от того, что просто мы это не знаем, мы это так не воспринимаем. В наших же продуктах мы на каждой упаковке, на каждой этикетке указываем, что из сверчковой муки, с добавлением сверчковой муки, и чтобы это людям было ясно и понятно. Скажите, пожалуйста, а вот ваше печенье из сверчков, вот как оно что, у вас продается только в вашем регионе, или вы его развозите по стране? Как это вообще? Вот люди из интереса его пробуют, или уже после этого начинают только это и есть? – Смотрите, мы объездили, наверное, пять городов крупных в России. Там были выставки, самая крупная выставка в России, в Восточной Европе, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Минеральные воды. Люди, когда видели наш стенд, они, естественно, подходили из-за интереса. И что удивляло, они хотели попробовать не только печенье, а сразу хотели попробовать жареных сверчков в афричуре. Для людей это был интерес. В дальнейшем же, когда уже с людьми мы более подробно общались, для чего, зачем, почему, это возвращаясь также к вашему вопросу, где вы сказали, что хотите ли вы денег заработать, или какую-то пользу принести. Естественно, когда только начиналась мысль про такое производство, ни о каких деньгах мыслей не было, было только то, что понять, почему делается исключение именно этому насеку. – Но сейчас это вам прибыльный бизнес или нет? – Нет, не сказать, что это прибыльный бизнес. – Это ваша внутренняя позиция, что нужно, чтобы кушали из сверчков тоже? – Не нужно. Нет такого, что нужно. Если вы не хотите, значит, вам это не нужно. Если вы понимаете ценность и готовы попробовать что-то новое для себя, тогда это вам нужно. – Все ясно. – Привязывать вас к батареи и запихивать сверчков или печенье никто не собирается. Например, в обычной муке у нас, в 100 грамм обычной муки до 5 грамм белка. В сверчковой муке на 100 грамм продуктов до 75 грамм белка. Железо больше, чем в говяжей печени. – Ну, еще много-много разных уникальных компонентов. – Да что, успехов вам. – Спасибо. – Успехов вам. – Спасибо. – Не знаю, как попробую я и мои гости печенье из сверчков, но, тем не менее, вам успехов, успехов и еще раз успехов. – Спасибо большое. – Ну что, коллеги, ваши комментарии и ваши мысли по этому поводу. – Ну, как расширение питательно-пищевой базы – это хорошее направление. – Плюс микроэлементы, да. – Да, тем более, что эволюция всегда состояла в том, что мы находили новые источники питания, новые, так сказать, какие-то возможности изготовления продуктов питания. Поэтому здорово, что это есть. Другое дело, что этим нельзя, вот слово «нужно» использовать при этом. Да, это полезно в любом случае, что наша пищевая база расширяется. И спасибо этому парню, что он взялся за это дело, и дай бог ему удачи. – Ну хорошо, вот он говорит, что там, Антон говорит нам, что там очень много белка, других полезных. Может это заменить мясо? Вот с завтрашнего дня, предположим, с понедельника, мы с вами говорим, все, перехожу на сверчковые котлеты. – В полной мере нет, а как добавка – да. – Ну, только Антон же и сказал, что это дополнительный вариант, дополнительная опция в рацион. Проблема в том, что в нынешних реалиях вот этот агрессивный маркетинг, особенно в западных странах, он сделает вот подобный переход безальтернативным. То есть там преподносится, в той же Германии, помимо сверчков, используют различных червей, различных личинок их разводят, и также производят муку вот из этих насекомых, потом гамбургеры там и всякие различные заменители мяса. Ну, раньше была мода на соевое мясо из соевого текстурата, который в основном из трансгенной сои делают. Поэтому альтернатива, добавка – да. Но вот в рамках этого зеленого, там, экологического сверчкового перехода, называйте как хотите, она та же Града Тунберг. Вот интересный на самом деле результат сантуального эксперимента. Ее родители до 15 лет держали на веганской диете. И что получилось? Ребенок где-то 150 сантиметров, дальше она так и не выросла. Стало в последнее время лучше питаться, потому что так округлилось. Вот недавнее как раз видео, где ее задерживают в Голландии в ходе уличных протестов, там видно, что вот это неправильное питание, или несбалансированное, точнее, питание, отразило отпечаток на ее даже поведенческих аспектах. Ее волокут полицейские в автобус, аккуратненько туда заводят, и она там как угорелая бегает, вот как будто ребенок там пятилетний, а ей уже далеко за 20, поэтому тут много вопросов на самом деле. Понятно, понятно. Скажи, вот я хочу сказать, вот я лично удивился первый раз в жизни. Это увидел, там лет 10 назад путешествовал в Камеруне, по Камеруну, и вдруг мы выходим из тропического леса, и вот такие вот детишки, девочки, мальчики, 3-4, сейчас не помню, неважно, у них такие острые палочки, и они ходят, листочки поднимают, раз палочку, я присмотрелся, там белая личинка, он раз, жук, раз, я спрашиваю прудника, а что они делают, ну, мол, они кусачи, наверное, уничтожают ядовитых каких-нибудь, нет, говорит, а смотри дальше, они подходят к костру, жарят их, и как шашлык кушают. Вот здесь, я должен сказать, я был немножко в шоке, но это Африка. Но это животный белок. Да, да, скорее всего так. И если нечего есть, то это вообще замечательно. Надо понимать, что из 8 миллиардов у нас полтора, по данным ФАО, полтора миллиарда, чуть больше, недоедает постоянно, да, но в основном как раз это вот слаборазвитые страны, Африка, и, естественно, с одной стороны мы понимаем, что сверчки, эту проблему они решат, и гусеницы, да, поэтому, конечно, путь только... Ну и плюс, вот правильно сказали, пророст и так далее, да, посмотрите, те же вот в западных странах наиболее высокорослые такие мужчины, скандинавы, там, и датчане, и норвежцы, и все, и молоко, и рыба жирная, северная, да, и мясо, все это у них идет в рационе. И в то же время, там, где этого нет, мы видим там люди на 40-50 сантиметров ниже в среднем. Плюс подножный корм, это атрибут кочевых народов, это атрибут еще древней древности, когда там только-только начиналось сельское хозяйство, когда в основном питались за счет охоты, собирательства, но и сейчас нас уже в 21 веке пытаются отбросить назад, то есть к пищевому рациону охотников каменного века. Это действительно не деградация, это архаизация. Совершенно верно. Ну, я думаю, что мы уже про еду достаточно поговорили, и о ней говорить можно много. Вот вы правильно сказали, Норвегия, там, высокие, крепкие ребята. Но в Африке, например, есть племя Масаи, это Танзания. Только высокие. Самые высокие и самые крупные. Почему? Потому что они питаются только мясом быков и молоком. Из него делают всякое. И они гиганты, они вот такие ходят. Вот так на них смотришь и удивляешься. Хотя основное население в Африке все-таки более низкорослое. Вот это вот как раз и есть этот принцип. Ну, хорошо. Давайте мы с вами поговорим о тоже очень важной проблеме, которая связана и с климатом, с природой. Это вода. Говорят, что в ближайшие десятилетия, ну, столетия уж точно, с водой будет совсем худо. Беда будет. Возможно, что появятся войны за воду. Что начнут какие-то там, знаете, вот такие вот, вот, где взять воду. В России воды очень много. Одного Байкала хватит надолго, как я понимаю. Что может произойти? Можно, да? Ну, во-первых, конечно, эта проблема уже имеет определенную историческую череду. Начиная уже лет 20 назад, первые уже были такие серьезные публикации и в научных работах, и в системе ООН, в МОО, что вот вода, да, с учетом меняющегося климата и роста народонаселения именно не просто вода, как океан, да, а именно, так сказать, пресная вода, питьевая. И здесь проблема-то, она, в общем-то, с каждым годом набирает силу. Даже на примере бывших наших республик, СНГ, так сказать, то, что одно дело, когда была большая страна, и все это можно было регулировать, там строить и плотины, водохранилища, гидроэлектростанции. Вот, ну, даже маленький пример, вот, много таких аналитических статей, даже фактически, почему голландские высоты Израиль до сих пор вот держит. Не из-за того, что это высоты, потому что это источник иордан воды, да, то есть кто владеет, то есть фактически вот эти все были одна из целей, это держать, так сказать, все и Палестину, и Орданию, и часть, потому что все это достаточно дефицитный с водой регион, и здесь основное, вот, питьевая вода, это там, да, и много таких примеров можно привести, так сказать, не зря за последние, наверное, 15-20 лет, посмотрите, тысячи различных от мелких до крупных водохранилищ Китай создал на своей территории, там, и в Хайлузианском автономном округе, на основном притоке Амура, и, так сказать, черный Иртыш перекрыл с казахами, ну и много, я просто, то есть вода, это более дорогой даже будет продукт, чем нефть, буквально уже в необозримом воде, то есть не надо ждать там 50-20 лет. Да и сейчас надо сказать, что вода уже в магазинчиках стоит достаточно... Из-за нее будут серьезные, так сказать, и те бои. Война за ресурсы всегда была в истории человечества, и вода, это один из важнейших ресурсов, скоро будет и с воздухом проблема, потому что мы его загрязняем, и проблема в данном случае, по-моему, заключается в загрязнении воды, которую мы, человечество, производим, и если мы эту проблему решим, а ее можно решить, то проблем с водой особенно не должно быть, потому что если есть энергия, если есть морская вода, то есть вода, питьевая в смысле. Поэтому этот вопрос решаемый, это, повторяю, проблема борьбы за ресурсов. Она шла, и пока, к сожалению, я не знаю, к счастью, но она постоянно идет. Постоянно идет эта война за ресурсы в вашем мире. Скажите, а вот, например, таяние ледников и таяние северной, там, южный полюс, особенно северный, и от этого, говорят, невероятные ужасные картинки появляются в образах различных ученых и исследователей, что поднимется вода, затопит Данию, затопит Голландию и так далее и тому подобное. Это что? Это как элемент развития исторической природной вот какой-то катаклизмов? Или это просто, ну, сегодня тает, завтра перестанет таять? Это очередная страшилка. Потому что, смотрите, вот есть научные работы, которые считают поверхность суши, площадь суши Земли и динамику. Так вот, за последние десятилетия, несколько десятилетий, поверхность, площадь суши увеличилась. А говорят, что Мальдийские острова тонут. Да, Ленинград, то есть, Санкт-Петербург должен утонуть. А смотрите, он построил полуостров дополнительный. А в Китае реки несут иловые воды и прочее, растут дельты. Ну, уж Голландия, это классический пример. Она может кричать сколько угодно о том, что ее утонет, потому что это, извините, очередная страшилка. А площадь ее увеличивается. То же самое и про таяние льда. Вот были исследования в свое время, кольца в Гренландии проводили исследования. И сторонники гипотезы потепления говорили, что вот это годовые кольца льда. Соответственно, оказалось, что эти кольца образуются чуть ли не каждый день. Потому что плюс-минус, плюс-минус. И вот лед немножечко становится более плотным. И, соответственно, во всей этой зеленой повестке, во всей этой дискуссии о потеплении, похолодании, здесь, на мой взгляд, больше политики. Больше такого алармизма, за которым стоят, соответственно, выгодоприобретатели. Это и какие-то крупные фонды того же Билла Гейтса и многих других. Да, да, да. Простите, я вот хочу вернуть немножко к прошлому роль страшилок. Посмотрите, мы почти перестали говорить про очередную страшилку озоновой слои. Про озоновые дыри. Да, да. Чтобы подписали Монреальский протокол. Да, Монреальский протокол. В Министерстве крупных ресурсов плакат «Мы спасем озоновый слой». Господа, которые придумали фреоновую теорию истощения озонового слоя, быстренько под сурдинку получили Нобелевскую премию немцы, там и двое американцев. А что получилось? А получилось, что быстренько фреоны, которые якобы опасны, заменили на другие кладоагенты, и холодильную промышленность Советского Союза, 25% рынка мирового, уничтожили. Вот вам, пожалуйста, роль экологических страшилок. Никакого отношения к природе, никакого отношения к изменению охраны окружающей среды нет. А главное, вот извините, еще, у нас большая проблема – это тропосферный озон. 10% урожая в Соединенных Штатах якобы погибает из-за того, что тропосферный озон образуется и погибает. Так вот, почему же эти фреоны от холодильной промышленности должны были на 15 километров вверх ползти, чтобы там прореагировать, а не уничтожать этот озоновый слой? Понимаете, настолько была эффективна такая гипотеза. Ну, зато промышленники потирают руки. Мы сейчас пользуемся не нашими советскими ЗИЛами, прекрасные холодильники у меня в лаборатории до сих пор работают, астенолами и прочие, которые стали производить на территории СССР. Скажите, все-таки, вот как вы считаете, вы, люди, которые работаете в этой области, знаете, реальные методы спасения или изменения, или улучшения климата существуют, или то, что божий дар мы получили в виде воздуха, воды, земли, и он не изменяется с помощью человека, вот так, знаете, глобально. Да, можно, так сказать, какую-то там станцию запустить, она испортит воздух. Как в этой ситуации? Ну, конечно, есть же вот климатическая доктрина и программа адаптации к климатическим изменениям национальной, да и в каждой стране, кто этим, так сказать, озабочен. И можно все это, в общем-то, загодя, да, так сказать, предусмотреть и минимизировать возможные потери, риски экономические, так сказать, материально-технические. Ну, то есть, допустим, сейчас у нас идет перераспределение осадков. Вроде бы годовая норма осадков чуть-чуть, ну, почти такая константа, но мы видим, допустим, северные реки, водоток, там, а все основные у нас реки, это, ну, наши такие, так сказать, в Сибири, там, начиная и ОПИ, и РТШ, и Лена, они все туда текут, да, так вот их приточность, значит, она увеличилась. В то же время юг, ну, если не только нашу страну брать, а чуть-чуть поюжнее, там, Средиземноморский бассейн, то здесь дефицит. Ну, и вообще, вот за последние там 20 лет у нас идет перераспределение, да? Да, я прошу вас уже закругляться, потому что, к сожалению, программа не резиновая, и мы, пожалуйста, закругляемся. Так вот, адаптация, она на примере, то есть, если у нас, допустим, вот сейчас случилось такое за 80 и более лет наводнение, значит, плотина должна быть, так сказать, выдерживать не 5, а, допустим, там, 10, ну, повышать, да, так сказать. Если есть определенные регионы, где у нас дефицит осадков, значит, надо не одно Цемлянское водохранилище еще где-то делать. В общем, везде такие вещи есть практичные, которые, конечно, надо вкладываться за данные. Спасибо, спасибо. Очень надеюсь, что планета наша еще поживет не одно столетие в пригодном для человека климате. Не уйдет под воду или не сгорит на солнце. Ну, а в ближайшей перспективе желаю всем нам скорее справиться с последствиями любых катаклизмов. На этом я, главный редактор РМК Павел Гусев, прощаюсь. Через неделю встретимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова